На земном шаре обитает более миллиона насекомых. Среди них самая совершенная – пчела, жизнь которой протекает с космической точностью. Появившись на свет в незапамятные времена, наплодив миллиард поколений, пчела и по сей день остается неизменной. Века пчеловодной практики очень мало сказались на ней и ее образе жизни. Мурат Дудаев знает об этих насекомых-трудоголиках все. Пчеловодством он занимается на протяжении почти двух десятилетий. Стаж по меркам профессии внушительный. Начинал с одного улья, а сегодня их гораздо больше. Однажды мне наш зять, я его даже не хочу назвать зятем, настолько он мне был близок, подарил мне одну семью, пчелосемью. Эта пчелосемья требовала ухода, мне приходилось за ней смотреть. Потом в одно время она начала роиться, то есть роение это деление, размножение. И я начал размножать их. Если бы я не делил их, то они улетели бы в лес или еще куда. У них это инстинкт. Поэтому потихоньку-потихоньку я наращивал пасеку. И пришло время, когда у меня стало около десяти, может быть, более пчелосемей. И я задумался расширить, купить пчелоприцеп, купить инвентарь и все, что мне надо для этого, для пчеловодства. И потихонечку мне это дело начало нравиться. Пчеловодство – это такая профессия, в которой тяжело дается тому, кто хочет заработать деньги, но при этом ему не нравятся пчелы. И очень легко, когда занимаешься пчелами, и как бы тебе это нравится. И одновременно получается, что ты получаешь и мед, и при этом получаешь здоровье. Потому что занятие пчелами – это хочешь, не хочешь. Я вот сейчас открываю, скажем, верхнюю крышку и дышу вот этими парами, которые как бы благотворно влияют на дыхательные пути. Есть у нас прополис, которым они заделывают ненужные щели. Вот это прополис, свежий. И он также является антисептическим, антибактериальным средством. Многие люди его используют, даже просят прополис для лечения таких страшных заболеваний, как рак. То есть они готовят в составе других компонентов, добавляют еще прополис. И говорят, что это очень сильно помогает людям. Итого мы получаем, одновременно мы занимаемся своим делом, занимаемся работой над пчелами, и одновременно дышим, одновременно едим натуральные продукты. И получаем сами и наши родственники, друзья получают натуропродукты, очень полезные для здоровья, для организма. Быть пчеловодом значит быть самому немного пчелой, таким же трудолюбивым и беспокойным. Действительно, забот у пасечника немало. Однако все заботы приносят ему огромное удовольствие. Это занятие Мурату по душе. До пчеловодства я любил сажать деревья, ухаживая за этими деревьями. И пчеловодство способствует росту садов. И оно, естественно, связано. Если не будет, скажем, растений, то и пчел не будет, получается. Потому что пчелы несут нектар с растений. Но, в общем, я занимался изначально, как бы, более для меня интересное было садоводство. Потом потихонечку я перешел к этому делу. И я хочу сказать, что если люди, некоторые мне спрашивают, у тебя, скажем, 50-60 семей, значит, это большое количество, значит, ты качаешь много меда и так далее, и так далее. И многим кажется, что пчела принесла мед, я его откачал, продал этот мед, все хорошо. Но для того, чтобы откачать, скажем, с каждой семьи, как бы, 10 банок или там флягу меда, для этого надо поработать, поработать. И я могу сказать, что пчеловодство – это не самый легкий труд. Многие, кто занимался пчеловодством, до этого занимались животноводством и говорили, что животноводство намного проще, чем пчеловодство. И, естественно, для того, чтобы успешно заниматься этим делом, надо знать, естественно, пчелу, знать о ее болезнях, надо знать, как ее развить. Если пчела будет нарощена до определенного уровня, до определенного количества, тогда можно ехать, скажем, километров за 300, куда мы ездим, на сбор акации. Это ранний мед. Для того, чтобы поехать на акацию, чтобы было понятно тем, кто хочет заняться пчелами, надо нарастить пчелу. Если выражаться, скажем, пчеловодным термином, это нарастить пчелу до уровня хотя бы трех корпусов рута. Те, которые хотят заняться, я думаю, это узнают в интернете полно информации. И вот тогда, если вы нарастили, если вы ухаживали хорошо, вы можете поехать, скажем, на сбор акации и откачать, скажем, одну флягу меда за несколько качевок. То есть, пчеловодство это так же, как и животноводство, скажем, кочевое оленеводство. Оленеводы постоянно кочуют за хорошими пастбищами. Точно так же мы кочуем за хорошими медосборами. Это, я повторюсь, это ранний сбор, это акация. Для того, чтобы откачать, скажем, акацию в нужном объеме, это надо поехать, скажем, куда мы ездим. Я буду говорить о себе, это нефтекумский район. Потом, когда там оцветает акация, мы едем в минераловодский район. И мы успеваем побывать в трех местах на акации. Это означает, что пчел успевает в трех местах собрать мед. То есть, в одном месте отцветает акация, в другом месте она уже зацветает, мы уже там. И когда там отцветает, мы едем в третье место. Если все благополучно, если позволяют природные условия, если не будет дождей и так далее, то, в общем, все получается как по плану. Если я еще раз хочу предупредить тех, кто хочет заниматься, надо обязательно обрабатывать пчел от болезней. Я не буду их перечислять, их очень много, это займет много времени. После того, надо следить обязательно за местом, где пчеловод находится. То есть, если оно сильно проветривается, это значит вредить пчелам. Если это место очень влажное, скажем, если человек находится в большом котловане, грубо говоря, это тоже неблаготворно сказывается на пчелах. И много других факторов. Но я думаю, что сейчас в интернете много информации. Просто хочется сказать, чтобы люди не рассчитывали на то, что они будут лежать на диване и пчелы будут таскать мед. Пчелы будут работать по-своему, а пчеловод должен работать, тоже не покладая рук. Священное поле пчелой семьи – это территория медосбора радиусом 2-2,5 километров. Здесь пчелы интенсивно собирают нектар. При необходимости они могут летать намного дальше. Поразительно навигационная память медоносец. Улетая за 14 километров, они возвращаются обратно с навыком снайпера. Прицельно точно. Если переставить днем улей далее, чем на полметра от первоначального местонахождения, то, прилетев домой, пчелы в гнездо не попадут. В зоне прежнего жилища начнется свалка обозленных насекомых, а позднее разлет по соседним ульям. Пчелы еще мне нравятся, потому что у них дисциплина развита на очень высоком уровне. Скажем, пчелы занимаются, вот молодая пчела, которая вылупляется из ячейки. Вот из таких ячеек вылупляются пчелки. И вот эта молодая пчелка, она не летит сразу за медом. Эта молодая пчелка сначала ухаживает за личинками, то есть за подрастающей пчелой, которые находятся в этих ячейках. И после того, как она уже повзрослеет, созреет, после того, только летит на поле за медом. И еще у них четко отлаженный механизм поиска медосбора. То есть пчела массово, скажем, вся семья не летит за медом. Сначала вылетают разведчики, разведывают территорию, где можно собрать мед. И после того, как они следуют, прилетают и докладывают. В общем, выписывают они типа восьмерочек, танцуют по-своему. И безошибочно та пчела, которая нашла лучший медосбор, она ведет всю пасеку туда, где находится вот это место, где этот разведчик, разведчица нашла вот этот медосбор. Далее пчела работает на медосборе. В это время няньки работают здесь. Старшие пчелы приносят мед, а молодые пчелы растят в следующее потомство. И во время основного взятка, когда пчела очень сильно работает, очень сильно занята, изнашивается, она живет не очень долго. Она может жить 2-3 недели, 4 недели. Все зависит от того, на каком уровне медосбор и на какой культуре. Есть культуры, которые очень сильно изнашивают пчел. Далее у пчел развита охранная система. Чужих пчел они к себе не пускают. Если чужая пчела залетела, они один раз могут выгнать, а второй раз они могут наказать. То же самое есть места, где они могут обнаружить, скажем, такой медосбор, где мед уже прокис. То есть нектар уже прокисший. И если пчела принесла оттуда вот этот прокисший нектар, а он уже бродит, то внутри могут появиться, скажем, проблемы с личинками, могут заболевания желудочно-кишечно у них, расстройство желудка у них бывает хуже, чем у людей. И для того, чтобы этого не было, эта охрана очень чутко чувствует запахи. И вот пчелу, которая летит в улик с некачественным нектаром, они ее прогоняют. После того, как ее прогнали, если она еще раз вернется, они могут отгрызть ей лапки, и эта пчела уже может не выжить. Скорее всего, она не выживает. То есть я имею в виду, что у них очень сильно развита охранная система, очень сильно развита, значит, уход за молодым поколением, чтобы не было никаких проблем с этим, с личинками, с куколками, которые от личинки растут и становятся уже пчелой. То есть они очень тщательно за ними следят, очень хорошо кормят их. Самое главное в семье – это королева, да? Значит, вот эта королева должна быть как можно более породистая, как можно моложе. То есть каждый год желательно обновлять всю пасеку. И от этого многое зависит. Далее, успешное пчеловодство зависит от того, как пчеловод умеет расставить. Если это, скажем, вот такая система, здесь проблем вообще нет, потому что солнце не прогревает эти вот улики. И получается, что у них нет проблем, у них нет проблем с тем, что как бы солнце печет эти улики. Но если мы выставляем вот такие пакетники на улицу, их обязательно надо ставить в тень или же накрывать эти пакетники так, чтобы солнце не пропекало. То есть от этого зависит успех того, что у тебя будут хорошие сильные пчелы, если же мы игнорируем эти моменты, значит, мы не следим за породой, мы не следим за возрастом. И если мы не следим за тем, где мы ставим, то от этого у нас появляется раение пчел. Мед еще в старину считался главным лекарством. Сам Гиппократ призывал употреблять его в пищу ежедневно для придания сил. Сегодня не только народная, но и научная медицина прибегают к использованию меда при наличии самых разных недугов. Чудодейственный нектар восстанавливает, поднимает иммунитет и мобилизирует защитные функции организма. Мед – это не есть просто как бы то, что мы едим, нам нравятся запахи, вкусы, там, скажем, вместо конфеты и так далее. Мед – это лечение для людей. И любой человек, который откроет интернет и забьет в интернете полезные свойства меда, от чего можно вылечиться и так далее, он увидит, что мед – это есть лечение. Мед – это… Если бы мед не был бы лекарством, то я думаю, что давно уже пчеловоды не были бы интересны людям. Мед – это есть настолько уникальное значит, лекарство, что до сих пор появляются новые открытия меда, то есть до сих пор появляются новые возможности лечения медом. Просто человек до конца еще не осознал, насколько эффективно можно лечиться медом. Но я не буду перечислять методы лечения медом и так далее. Я просто хочу сказать, что если мед качественный, то я думаю, что любой мед полезен. Но, естественно, есть определенные сорта меда, которые от определенной болезни помогает определенный сорт. Это я так думаю. Я как бы не являюсь врачом и нет у меня цели донести до людей, как лечиться медом. Этим должны заниматься специалисты. Я просто хочу сказать, что натуральный мед, он лечит от таких заболеваний, которые в медицине неизлечимы. Есть такие заболевания, которые уже неоднократно лечили. Ну, естественно, не только медом, добавляется мед, прополис, очень эффективен, скажем, лимон и много разных ингредиентов. Я имею в виду, что не только медом лечится, но в общем составе создают лекарства. Даже здесь, недалеко от этого села, живет один парень, который путем семи ингредиентов делает лекарства от рака. Но, опять-таки, я не говорю, что у меня нет права говорить о том, что каждый, кто заболел этой болезнью, вылечится этим лекарством. Так нельзя обнадеживать людей. Но просто я хочу сказать, что много отзывов, когда люди говорят, что вылечились. Но, опять-таки, к этому лечению тоже надо относиться очень серьезно. Если человек хочет три дня полечиться и вылечиться, то пусть даже не начинает, это лечение занимает месяцы. Как же это прекрасно, когда работа приносит тебе огромное удовольствие, при том, что хобби, в случае героя этой программы, превратилось в дело всей жизни. За сладким лакомством к пчеловоду обращаются все односельчане, потому что у Мурата Дудаева самый вкусный и полезный мед во всей округе. Субтитры подогнал «Симон»